Значит, сейчас разминка. Два круга старшие и младшие, три круга старшие, одновременными ходами. Владимир Бучков – тренер с 20-летним стажем. Он каждый день занимается в Березовой роще со всеми желающими, причем без возрастных ограничений. Часов с 10-11 мы начинаем тренировочный процесс. И до скольки? Ну, в зависимости от возраста планируется нагрузка. Если малыши, они не больше часа тренируются. Если ребята постарше, от двух и так далее, так далее, так далее. Трасса в Березовой роще не одна – 500 метров, 2 километра и 3. Причем, чтобы поддерживать их в должном состоянии, нужен снегоход с прицепленной к нему бараной. Вот так равняется лыжня на протяжении всей тренировки. Однако в нашем городе находятся любители покататься на лыжной трассе, на чем бы вы думали, на автомобилях. А когда они заезжают на снег, после этого мы трассу выравниваем буквально недели, причем вручную. Лопатами. Вот. Поэтому непоправим ущерб. Особенно вот тем спортсменам, которые выезжают ежедневно за здоровьем, тренируются. И тут нет слов просто. С утра приехали покататься на лыжах, а лесная полоса, она вся перепахана неизвестными автомобилями. И хотелось бы, чтобы следили за теми лесными массивами, куда заезжают лыжники, где происходит отдых, где люди действительно отдыхают, а не катаются на автомобиле. Геростратов хватало во все времена. Античный деятель, чтобы прославиться, сжег в родном городе храм Артемиды. Наши современники ничего жечь не стали. В храм знаний, главное здание МГУ, они просто пытались заехать на автомобиле. Вот тоже территория университета. Этим гражданам по дороге почему-то ездить не нравится. Хочется непременно по газону. Если герои этих роликов были найдены и наказаны, то видновские любители дрифта пока неуловимы. Видео заездов они в сеть не выкладывают, гонки устраивают по ночам. Здесь как-то служба безопасности засекла их ночью, но вот эти камеры слежения не отследили номера, к сожалению, этих машин. Вот, поэтому как-то с ними, я не знаю, как бороться. Служба безопасности стадиона «Металлург» в этом деле тоже не помощник. Они отвечают только за территорию стадиона. Наше предприятие охраняет только стадион «Металлург», потому что эта дрожь не относится к нам. Кто туда едет, мы не знаем. Хочется попросить водителей экстремалов не портить спортсменам лыжные трассы, тем более, что езда в лесопарковых зонах запрещена законом. Ну а если вам и закон не указ, то снимайте свои заезды на видео и выкладывайте в сеть. Страна должна знать в лицо своих героев. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.